В Казахстане конфликт между оппозиционным журналом Адамбола и городским акиматом Алматы пришел к логическому завершению. Журнал, как и ожидалось, власти закрыли. 26 февраля 2015 года городской суд Алматы отклонил апелляцию журнала и оставил в силе решение Медевского суда о закрытии журнала. Название журнала Адамбол переводится с казахского «Будь человеком». Если говорить о наиболее рейтинговых номерах журнала, то среди них были те, что содержали материалы о старшей дочери президента Казахстана Дориге Назарбаевой, статье о коррупционных скандалах. Кроме того, очень быстро разлетелся тираж с информацией о гей-лобби в казахстанской власти. Сами журналисты этого издания считают, что самым топовым номером стал тот, в котором вышла статья о спикере парламента, видном казахстанском дипломатике Смжомарте Токаеве, его история со средней дочерью президента. Напомню, что поводом к иску против журнала стала статья Мирасна Мухамбетова «Наша на чужой войне», о добровольце из Казахстана, воюющем в Украине. Отдел внутренней политики Акиматов смотрел в ней признаки пропаганды войны. В знак протеста незаконному закрытию журнала и систематичному преследованию независимых СМИ в Казахстане главный редактор журнала «Адамбол» Гужан Ергалиева 19 января 2015 года объявила голодовку, которую держала 18 суток. Не удалось навестить Гужан Хамитову на 17-й день голодовки и задать вопрос, почему власти так боятся оппозиционного мнения. Во-первых, если посмотреть глубоко в историю, даже хотя бы XX века, то это уже такая устоявшаяся, как говорится, закономерная привычка всех режимов, которые устанавливают авторитарные или, допустим, монархические или диктаторские режимы. Это просто наша власть, к сожалению, не смогла, так сказать, уйти от этой нехорошей, нездоровой законоверности, когда, значит, естественно, убирает оппонентов, когда исключает возможность конкуренции, значит, когда нарушается вокруг права. Ну и, конечно, средства массовой информации для таких режимов это очень опасный противник в каком-то смысле. Автор статьи «Наша на чужой войне», которая стала поводом для городских властей для закрытия журнала, редактор журнала «Адамбул» Мирас Нурмуханбетов, также ответил на ряд моих вопросов. Он уверен, что статья, прежде всего, была неудобна нашим союзникам России и МИДу этой страны. Было изначально мне понятно, что нужно было для тех, кому было выгодно закрытие журнала «Адамбул», какой-то материал, который мог бы в соответствии с законодательством, притянутый к законодательству, чтобы закрыть журнал немедленно. Это была, должна была быть какая-то тяжелая статья в Уголовный кодекс со ссылкой на Конституцию, и им нужна была срочность. Поэтому должна была быть какая-то поспешность, и поспешностью они, конечно, облажались. Но я предполагаю, что в недрах Акимата эта статья была как-то отмечена, вышла за три месяца до появления иска, за три месяца и девять дней, 29 августа. Возможно, возможно, на нее как-то отреагировали наши новые союзники. Это Россия, Министерство иностранных дел, посольство России, в Казахстане консульство, Балмати. Известный казахстанский политолог Досом Сатпаев считает, что этот журнал попал в зону внимания властей, потому что был практически единственным печатным изданием, которое открыто критиковал в целом Евразийский Союз и писал о событиях в Украине с критикой Москвы. Практически на медийном пространстве Казахстана не осталось уже ни одного более-менее активно действующего оппозиционного средства массовой информации. Вот Адамбол был и газета Трибуны, в частности. Поэтому нейтрализация этого журнала, с учетом хотя бы предстоящего электорального периода, это уже установка традиционная. То есть, опять же, я думаю, все это укладывается в общий тренд защитки оппозиционного поля, в том, что медийного Адамбол просто здесь как гвоздь торчащий, многим мешал. Есть, конечно, еще одна причина, она в значительной степени связана с тем, что это, по-моему, был один из немногих медийных ресурсов, который очень жестко критиковал в целом Евразийский экономический союз, события в Украине. И при этом однозначно выступал с антироссийских позиций. Между тем, сразу после суда, Гульжан Иргалеева объявила прессе об открытии нового журнала. По ее словам, такой компромисс ей предложила Астана. Комитет связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию за два дня до суда выдал свидетельство о регистрации нового издания под названием Адам. Главным редактором нового издания стал Аян Шарипаев. Политика и журналистский состав нового журнала все тот же. Сама Гульжан Иргалеева решила взять тайм-аут. Первый номер нового журнала выходит в свет уже 13 марта 2015 года. Специально для IWPR. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова